Ребята, всем привет! С вами Вика. Я живу 19 лет в Германии, а то мы рассказываю. Давно я не появлялась нигде. Знаю, что многие из вас меня потеряли, но и также многие из вас знали, где и что со мной. Вот. В общем, произошла беда. Ужасная, ребята, то, что со мной случилось. Никто не ожидал, я сама не ожидала. Ужас, я не могу на себя смотреть. От меня остались одни глаза и уши, кажется. Разговаривать мне пока еще тяжеловато. В общем, ребята, с начала декабря, сегодня у нас 22 декабря, с начала декабря я находилась в больнице. Меня прооперировали. Была очень сложная операция. И сегодня я уже пятый день как дома. В больнице провела около двух недель. Естественно, записи каких-либо там блогов или видео. Не шла никакая речь, потому что мне было действительно очень плохо. И как бы хотелось с вами поделиться, но ужасно мне было плохо. Теперь я нахожусь дома, на больничном. И как бы я вылетела из своего социума, из своего мира. И мне ужасно не хватает общения с людьми. Да, ребятки, правда. Вот, я думаю, что завтра, послезавтра я буду записывать ролики, что со мной произошло, как все случилось. Думаю, вам будет тоже интересно послушать, что же там произошло с хрупкой, с этой. Вот, последние четыре дня дома. Вообще, меня выписали с очень плохими анализами. Ну, как плохие? У меня был очень низкий гемоглобин, была очень сильная слабость. И я не то, что там разговаривать и еле как передвигалась по дому. Ребята, это, короче, трэш. Это вам... Я просто сейчас вот начала, чтобы начать. На самом деле, у меня не было зарядки на компьютер. У меня камера где-то валяется, он разряженная. Встреча у меня тоже после наркоза, небольшие проблемы. И как-то вот так вот. Но, я знаю, что... Кстати, спасибо тем, на канале где-то я написала. Вы знаете, это было, наверное, после наркоза. Я написала, что да, я в больнице, мне прооперировали. И там, куда-нибудь мы с вами увидимся. И многие из вас написали слова поддержки. Спасибо вам большое. Вот. Это смотивировало меня взять снова вот эту камеру. И, наверное, завтра-послезавтра я вам все подробно расскажу, что была за операция, как я вообще к этой операции пришла. Потому что она была незапланированная. Но длилась 6 часов, то есть там трэш, ребята. Это был ад. Я до сих пор не могу все это переработать. Мне до сих пор больно, до сих пор страшно. Страшно, что это еще раз повторится. И, в общем, те, кто давно на канале, вы знаете мою реакцию на обычный укол. А здесь целая операция и послеоперационный период. Короче, ребята, трэш. У меня столько интересного вам рассказать, нажаловаться. В общем, ну все это будет завтра. Сегодня, знаете, что я сегодня сделала? Я начала понимать, что я впадаю в депрессию. Мне как бы нужно немножко двигаться. Сил у меня нет. У меня постоянно болит живот. Постоянно я такая слабая, мятая, помятая. И сегодня я собралась, собралась силами и съездила к себе на работу. Представляете? Все, конечно, очень удивились, не ожидали меня там увидеть. Да и я тоже. У меня больничный до 20 января прописан. То есть там лежачий, сидячий режим 2-3 недели минимум. Но я не могу, ребята, представляете, я не могу жить без людей. Я не могу жить без общения. И вот эта комната, в которой я нахожусь, она просто в комнату пыток какую-то превращается. Потому что здесь мне все больно, все неприятно. Встать, сесть, проснуться, уснуть ночь. Я решила сменить картинку. Я ее сменила. И по приезду... То есть эта камера лежит. Я, в принципе, уже давно могла начать что-то записывать. Ну, мне нужен был такой своеобразный толчок, пинок. Я съездила на работу, пообщалась с людьми, посмотрела, все там оценила. Набралась сил, набралась настроения. И за то время, которое я была на работе, мне нигде ничего не кольнуло, нигде ничего не больнуло. В общем, я счастливая и довольная. Я приехала домой, взяла телефон и думаю, вот, выйду на связь. Скажу, что я уже дома, что я вот живая и здоровая. И что мы с вами снова встретимся в скором будущем. Вот, у меня все есть. Камера есть, зарядка есть. Только нужно брать и делать. Давайте мне пенделя. Кому интересно, пишите. Я вам все подробно расскажу, что за операция. И, конечно, у нас сейчас предрождественское время. Но для нас с Леоном, как бы, у нас даже ни елки нет, ни декой нет. У меня нет абсолютно никаких сил на это. То есть, я там стоять недолго могу, сидеть недолго могу. А Леону просто не хочется ничего. Он там сидит и играет. Короче, у нас идиллия. Вот, ребятки, все. Больше не могу болтать. Пишите, давайте вопросы. А я сейчас пойду включу какое-нибудь кино и буду дальше чилить. Налью себе чай с ромашкой. И буду кайфовать. Всех люблю, всех целую. Ваша хрупкая. До завтра, послезавтра.